Всем привет! Этот клуб один из немногих в России, которым владеет частная компания. У команды нет проблем с деньгами, но 16 лет были проблемы с трофеями, пока кое-кто не пришел и все не исправил. Сегодня речь о зарплатах в Спартаке. Сначала, как всегда, делим игроков и их оклады на 5 категорий. Молодежь и запас до полумиллиона евро в год, под основой до миллиона, основа до двух, лидеры до трех. И суперзвезды в Спартаке зарабатывают более трех миллионов евро в год. Начинаем с первой категории, и тут одна молодежь. Получают все в основном по 100-200 тысяч евро в год. Константин Щербаков, правда, пока выступает за Спартак 2. Зимнего новичка, самого младшего из братьев Еременко, Сергея, тоже к основе не подпускают. А вот Артем Тимофеев регулярно попадает в заявку красно-белых и проводит в премьер-лиге по 3-5 игр за сезон. 300 тысяч. Еще в этом году Массимо Каррера стал довиять полузащитнику Зелимхану Бакаеву уже 5 игр в РФПЛ. Но получится ли из него игрок основы, пока не ясно. Молодым отвоевать место в нынешнем Спартаке, ну, очень сложно. Вот Александр Зуев, хоть мега талантлив, сделать это так и не смог. И сейчас в аренде в Ростове у Карпина. Под основой. И тут уже ребята, которые в заявке на каждую игру. Ну, кроме Дениса Давыдова. Русский Месси, который год не прогрессирует. Золотой мяч, все дальше. Но зато на карте полляма каждый сезон. Андрею Ещенко уже целых 34 года. И поэтому с ним недавно продлили контракт с урезанием зарплаты 600 в год. А вот Марко Пяткович, пришедший из Стрвены Звезды, свой оклад 700 в год, пока совсем не отрабатывает. Сыграл только 5 матчей в РФПЛ. Георгию Тегиеву с такой же зарплатой помешала травма колена. Он пропустил почти весь этот сезон. Зато Александр Селихов стал полноценным игроком основы. Его оклад 800 тысяч евро с индексацией на 10-15% каждый год. При условии игры в старте. И кажется, после этого сезона Кипер уже перейдет в следующую категорию. Основа. Парни, которых мы видим в телевизоре каждую неделю. Первый здесь Илья Кутепов. Один из самых талантливых российских защитников. Недавно продлил свой контракт. И теперь получает около миллиона в год. До этого было 250 тысяч. Никола Максимович пришел в аренду из Наполи. Там зарабатывал 1,2 в Москве примерно столько же. Может даже больше. Артем Ребров превратился в запасного вратаря. Зато продолжает получать 1,3 в год. Штанги без него скучают. Георгию Джикия потихоньку превращается в лучшего российского защитника. Поэтому и зарплата у него выросла почти до полутора миллионов в год. Такой же оклад у Жануа Нанидзе. Грузину ужасно мешают травмы. Будто кто-то сглазил. А вот Педро Роша травмы не мешают. Ему мешает поле, круглый мяч, комары и вообще, видимо, все подряд. Потому что выглядит он, ну, очень слабо. Сальваторо Бакетти в первые годы в Спартаке получал 2,6 в год. Сейчас 1,8. Уровень держит. А вот Эвелин Попов не совсем оправдал ожидания руководства и отправился в аренду в Рубин. Ну и последний здесь зимний новичок, который, возможно, и заменит Попова. Софьян Хани. Зарабатывает алжирец также 1,8. В первых матчах за красно-белых смотрелся неплохо. Лидеры. Парни, которых нужно благодарить за прошлогоднее чемпионство. По 2 миллиона в год зарабатывают сразу 4 футболиста. Форвард Зелуиш очень полезен на поле. По оценкам он лучший в этой категории. А вот Лоренцо Мельгареха ожидания не особо оправдывает. Он лишь игрок ротации, хотя покупался под основу. Дмитрий Навес Камбаров в стане красно-белых незаменим. Без него было бы сложно. А вот находящийся в аренде Марио Пашалич должен был стать игроком старта. Но, как и Мельгареха, в основном выходит на замену. Летом вернется обратно в Челси. Хотя, что им вообще там делать? Сердар Ташчи, защитник откровенно средненький. Но для обоймы сойдет. Получает, правда, многовато. 2,2. А вот Роман Забнин стал открытием прошлого сезона. И свои 2,4 в год заслужил. Правда, после травмы никак не может вернуться на прежний уровень. Александр Самедов, учитывая возраст, 33 года, по мнению многих зарабатывает слишком много. 2,5. Но в прошлом сезоне Хавбек очень сильно помог с завоеванием чемпионства. Капитан Денис Глушаков недавно подписал контракт на улучшенных условиях. Теперь зарабатывает 2,6. Невероятная пушка Фернандо. Своего оклада 2,8 в год полностью достойно. Еще бы немного подсбросить вес было бы идеально. Ну и последний в этой категории наставник Массимо Каррера. Зарабатывает 2 в год. И у кого-то вообще к справедливости этой суммы есть вопросы после первого за 16 лет чемпионства? У меня нет. Суперзвезды этих двоих хорошо знают в Европе. Луис Адриано и Квинси Промес. Бразильца бесплатно подписали из Милана. В том числе поэтому у него такая высокая зарплата. 3,5 в год. И в Спартаке даже были разноклассы внутри коллектива. Когда другие лидеры узнали о зарплате форварда. Впрочем, сейчас своей игрой и голами Адриано показал, что деньги ему платят не зря. Он второй в клубе по системе гол плюс пас. Ну а первый, самый дорогой игрок чемпионата Квинси Промес. 3,8 в год. Лучший игрок России прошлого года в этом все так же хорош. Хотя иногда у него откровенно не идет игра. Тем не менее, голландец снова лучший во всей РФПЛ по системе гол плюс пас и по оценкам хускорд. Да тащит опять Спартак до чемпионства. Как думаете? По традиции лучший. С Квинси и Адриано все понятно. Поэтому я отмечу Андрея Ещенко. Он в 34 года играет от звонка до звонка почти каждую игру. И вообще не проседает. Отличная физика и бойцовские качества. А еще, чтобы остаться в клубе, Андрей согласился на существенное понижение зарплаты. И сейчас он самый низкооплачиваемый игрок основы команды. 600 тысяч в год. Получается, один матч защитника обходится красно-белым всего в 16 тысяч евро. А он при этом 12-й игрок чемпионата по перехватам и 4-й по отборам. Андрей. Красавец. Ну и худший. Тот, кого нужно отправить на черкизовский мясокомбинат паковать сосиски. Если Самедов будет продолжать так же плохо играть, как в последние полгода, мы отправим и его. Но пока туда едет Федро Роша. На латиноамериканца потратили огромные деньги. А он их вообще не отрабатывает. Его называли будущим сборной Бразилии. Но когда в Москве игрок выходит на поле, все делает не в попад. И кажется, лучше ему было бы вечно сидеть на банке. По оценкам Хускорт, бразилец худший игрок Спартака в этом сезоне вместе с Жану Анонидзе. Но зато полтора ляма в год. То есть, вместе с суммой трансфера, два сезона игры бразильца обойдутся Спартаку в 15 миллионов евро. Это больше миллиарда рублей за Педро Рошу. А вот если бы летом прошлого года владелец Спартака Леонид Федун вложил бы эти деньги в свиноводство, то к июлю мог бы вырастить 22 тысячи поросят и раздать по одному каждому болельщику Спартака, причащему на рядовой матч чемпионата. А что, полезная ведь трата и явно полезнее присутствие в команде Педро Роши. Понравилось? Подписывайтесь и пишите, кто самый бесполезный игрок Спартака, не считая Рошу. Ну а кому можно бы и улучшить контракт. Прошлый выпуск про зарплаты в Локомотиве смотрите здесь. А новое шоу в Асанта-Балана «А что если?» Где он фантазирует, что бы натворил в АПЛ Федор Смолов это безумство, увидите вот тут. Ну и больше мультиков на канале Мультбол. Подписывайтесь. Александр Журавлев, ну и подписывайтесь на мяч, разумеется. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok